Всем привет, друзья! Вы смотрите Astro Channel. И сегодня, 3 января, в ночь с 3 на 4 января, если быть точнее, мы отправились на наблюдение метеорного потока Квадрантиды. Сегодня ожидается его максимум. И мы столкнулись, в общем-то, с одной неприятной особенностью. Сегодня в Вологде вместо ясного неба наблюдается морозный туман. Редкое явление все-таки для наших широт, во всяком случае. Мы уже съездили в одно место, 30 километров от Вологды, остановились, вышли и увидели, что мы находимся в густом тумане. Но интересно то, что сквозь этот густой туман все-таки проглядывают звезды. И это вот та штука, то обстоятельство, которое не дает нам просто спокойно вернуться домой. Поэтому я сейчас сел за руль и еду в другую сторону. Вот мы проехали сначала 30 километров в одну сторону, сейчас еду 50 километров в другую сторону, чтобы проверить, а если там небо, надежда умирает последней, хочется верить, что сегодня что-нибудь удастся понаблюдать, некие шансы есть. Но вот не знаю, чем в итоге это все завершится. Туман временами был таким плотным, что видимость не превышала несколько метров. Я чуть нужный поворот не пропустил из-за него. Чем не ежики в тумане сейчас? Вполне себе. Квадрантиды, говорите? Но местами проглядывали звезды, и это внушало оптимизм. Правда, в месте следующей нашей остановки туман оказался еще сильнее. Но километрах в десяти от него нашлась полянка, где звезд было уже довольно много. Решили встать там. Место красивое, дорога, зимний заснеженный лес. Простояли тут полчаса, увидели один метеор, и небо вновь почти полностью заволокло. Поехали опять менять локацию. Я не припомню, чтобы мне приходилось так часто переезжать в рамках одного наблюдения. Вернулись чуть ближе к городу и нашли место, где провели остаток наблюдения. Вообще непосвященный зритель может подумать, а к чему все эти страдания? Дело в том, что квадрантиды – один из трех крупнейших метеорных потоков года. В одном ряду со всеми известными персеидами и менее попсовыми геминидами. Всю троицу объединяет активность на уровне 100 метеоров в час. Но есть и отличия. У квадрантидов очень узкий пик. И попасть на него довольно сложно. В этом году он прогнозировался на 23 часа 40 минут по московскому времени. Но в связи со всеми туманными историями, мы приехали на наблюдение на два часа позже. Радиант у квадрантидов находится в созвездии Валапаса, рядом с ручкой ковша Большой Медведицы. По итогу мы понаблюдали два часа с часу 30 и до 3.30. И за это время на двоих мы насчитали 26 метеоров. Вроде бы, конечно, не густо, но с другой стороны мы наблюдали далеко не в идеальных условиях. Во-первых, это раз, а во-вторых, это все достаточно яркие метеоры. То есть вот 26 из них, ну, как минимум 20, это были весьма яркие. Всякую мелочевку мы, в общем-то, и не считали. Но все это время я снимал метеоры и на видео. И я думаю, что на видеокадрах метеоров будет больше. Ну, мне так кажется. Практика показывает, что многое глаза не замечают. Я приехал домой, отсмотрел все видео, сделал нарезку. И вот такие метеоры попали у меня в кадр. Самый первый и самый яркий не квадрантит. Но не могу им не похвастаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья, вот такое наблюдение сегодня получилось. Я считаю, что довольно неплохо, потому что, ну, присутствовал определенный экшен сквозь туман морозный, мрак и облака, пришлось добраться до ясной погоды, просто вырвать у природы эту возможность понаблюдать падрантиды. Это все сделано вот этими ручками, то есть собственными усилиями. Поэтому я доволен, хоть и метеоров-то немного, но в целом, на самом деле, их должно быть ноль, потому что, ну, в общем-то, в нормальном состоянии у нас должно было быть просто пасмурно. Вот. Но мы эту возможность себе выбили и кое-что увидели. Ну, а вам, друзья, если понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если хотите поддержать Astro Channel, то в описании к этому видео я оставил ссылки на различные способы, как это можно сделать. А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока!